так поговорим теперь про операции которые можно проводить на целыми числами ну на целыми дробными так далее то есть под числами в джаве например переменные переменная и переменная би оба целочисленный тип у них обе переменные интейджеры и вот помимо оператора присваивания да то есть мы уже вот это знаем что это это оператор присваивания давайте так и напишем в комментарии открываем 2 слыша и пишем что это оператор присваивания одно значок равно если два значка равно то это оператор сравнение до них тоже дойдем то значок присваивание мы пишем название оператора название переменные ставим оператор присваивания и затем устанавливаем значение которое будет присвоено то что слева то знают этого значка оператора оператора сравнения помимо оператора сравнения существует также и арифметические операции арифметические операторы но это самые базовые это сумма сумма двух целых чисел тоже будет целое число мы просто берем а плюс б делаем помимо вычисления суммы есть еще и вычитание то есть узнать разницу на а и б что-то между ними просто от нас берем минус делаем другое и получаем то что чем они отличаются а минус b также можем умножить и поделить то есть для того чтобы умножить создаем переменную пишем а просто умножить на бы ставим звездочка звездочка также как и в математике означает процесс умножения и для того чтобы поделить пишем а поделить на б также символ деления которые в виде вот значка процента ставится это означает что он вычисляет остаток отделения то есть например 8 делим на 4 или ну что то что не целое например 10 мы делим на 3 просто деление 10 поделить на 3 там три целых сколько-то сотых да и а если остаток отделения то есть поделили на 3 получаем 3 и 1 единичка остаток здесь он оставит единичку остаток отделения он так работает используется редко но в основном когда алгоритмы составляются далее это что касается арифметических операций есть еще операции увеличения на единичку да то есть мы на хотим а вот так плюс 1 сделать то есть мы объявили а 10 там 10 число и вот хотим увеличить на единичку делаем вот так это то же самое что и если бы мы написали а плюс плюс эта операция называется инкремент то есть инкрементирование это значит увеличить на единичку и также есть декремент это как вы догадались а минус минус декремент это уменьшение на единичку декрементирование это минус 1 а инкрементирование это плюс 1 вот это инкремент это декремент далее существуют операции сравнения это арифметические операции это операции сравнения то есть ну вот нас есть а и b а 10 b 3 и давайте вот создадим более в операцию то есть когда мы что-то сравниваем у нас будет больше либо меньше либо равно да а давайте напишем они равно и стекло являются ли они равны а равно равно b такая вот легкая функция равно равно бы то есть он вычисляет сравнивает а и бы если они равны сюда присваивать значение то есть они неравны присваивать значение false далее следующая булева операция является ли а больше чем бы либо а меньше чем а больше чем б далее либо меньше а меньше чем бы как вы знаете помимо строгих неравенств есть еще не строгое там не строго больше а больше либо равно поэтому давайте из грета по игол больше либо равно 500 так больше и потом ставится значок равно и то же самое меньше либо равно из лес и кого меньше либо равно меньше либо значок равенства либо равно вот так же то что касается равно да то есть если это равно true false также иметь и мы хотим сделать логику наоборот что не равно можем поставить вот здесь из но ты они неравны из но тыкнул и делать это вот так восклицательный знак и значок равно в некоторых бейсика подобных языках это вот так вот в java котлене это вот так а не равно бы то есть что что сюда занесется а у нас 10 до 310 не равно 3 это правда сюда занесется true и за кол сюда занесется false поскольку 10 равно 3 это неправда сюда будет фолстанесина так ну здесь можно еще и про булевую логику рассказать но это лучше отдельном уроке вот здесь смотрите там где мы инкремент и декремент сделали вот это означает на единичку только увеличение но если мы хотим а увеличить на какое-то число да например ну например хотим вот так мы сеть а равно а плюс 4 то есть это то же самое число но плюс еще 4 это можно сделать вот просто вот так плюс равно 4 вот такой вот оператор существует в java котлене а плюс равно 4 тоже касается минуса минус равно 2 например что что вот это означает бы у нас было 3 минус равно 2 означает 3 минус 2 его занесли сюда значение 1 то есть вот это выражение она эквивалентно вот этому выражения бы равно b минус 2 вот мы просто чтобы не писать два раза бы написали просто равно минус равно 2 то есть он увеличивается уменьшает самого себя на 2 то же самое можно и про умножение сделать умножить равно на 4 да то есть четыре раза увеличили а бы давайте мы там и так три было до разделим самого себя на 3 вот такие вот оператора тоже существует имеют место быть отлично вы молодцы увидимся в следующих уроках